Сто лет жизни дата предельно редкая, но от этого лишь ещё более значимая. В московском районе Бреста таких людей всего шесть, и каждый из них ценен, уважаем и на особым счету. Сегодня в этот список добавилось имя золотого юбиляра Василия Петровича Алексеенко. В знак глубокого уважения к ветерану Великой Отечественной войны, почётному железнодорожнику, труженику и просто хорошему человеку его приехали поздравить глава города Сергей Лободинский и представители администрации московского района. Это наша история и, наверное, вековые традиции, когда молодое поколение или просто дети ухаживают за своими родителями. Поэтому для меня, как, наверное, настоящего человека в первую очередь, не безразличны такие моменты, потому что у самого есть близкие родные, которые прошли через веха войны. И, безусловно, понимая, что Василию Петровичу сегодня сто лет, дай Бог каждому дожить до этого времени. И я не мог просто не прийти и поблагодарить человека за тот труд и работу, за те принципы, которые по жизни он нёс. Поэтому я сегодня здесь и в преддверии праздника 9 мая решил поздравить с этим праздником его и его семью. В адрес юбиляра прозвучало много тёплых слов. Ему дарили подарки, а долгий путь длиной в сто лет поместился в один маленький, но самый важный документ – паспорт, который доставили Василию Петровичу на дом. Данный паспорт продлевается также на длительное время, поэтому мы желаем всегда таким гражданам обращаться к нам ещё и по поводу продления данных документов. Это очень для нас приятно. Всегда им желаем здоровья, успехов, всегда помним о том, что они жили, в какое время, что привнесли для нашего государства. Но самый большой вклад Василий Петрович, как мудрый человек, сделал свою семью. Главное его богатство – это двое детей, трое внуков и пятеро правнуков. В праздник рядом с дорогим человеком два Юрия – его внук и сын, который прилетел из Новосибирска. Как человек, как я состоялся, только благодаря ему. Ну и офицер запаса, поэтому всё, что было вложено во мне, это вот его заслуживает гордость за отца, то, что он прошёл такой путь героический, ну и потерял себя. Он является ориентиром, образцом в долголетии, в мудрости, в опыте, в знаниях. Он до последнего возможности, пока он видел, читал, изучал массу литературы, очень целеустремлённый. Он до сих пор находит каждый день смысл жизни, до сих пор находит то, для чего ему нужно вставать, кушать, разговаривать. У него есть смысл, смысл в каждом дне пожелать. А кроме здоровья, в принципе, больше ничего, потому что любая боль, любое неудобство, оно причиняет дискомфорт, поэтому главное – здоровье. Вот это самое главное. И что хочу сказать, что он ориентирован в здоровье, потому что у нас никогда в доме не было, и он никогда не пользовался ни таблетками, ни чего, кроме таблеток от давления в квартире нет ничего. Среди многочисленных наград юбиляра – орден Великой Отечественной войны и медаль за отвагу. Он не раз рассказывал, как после школы попал на фронт и воевал с 1942 года до самого конца. Видел ужасы войны, дважды ходил по минному полю, а День Победы встретил в Прибалтике. С грядущим праздником Великой Победы он поздравляет и всех телезрителей. Ведь тот, кто узнал войну, понимает, что нет ничего ценнее мира. Доброго праздника, счастливого, доброго, живительного праздника, праздник, который дал жизнь.